Проектировщиками было принято решение стопроцентной замены стропил, опор. Жителям дома в переулке Водомётной очень повезло. Перезимуют они под новенькой крышей, которую им заменили по программе капитального ремонта. У этой сталинки, которую, между прочим, построили 70 лет назад, теперь, можно сказать, вторая жизнь. Крыша состоит из простых материалов. Вот здесь деревянная стропила, пароизолятор, который, к тому же, очень хорошо защищает от ветра. Там наверху шифер. Все эти материалы прослужат ещё несколько десятилетий. Несмотря на то, что уже середина октября, этот объект подрядчик сдал в числе первых. До начала зимы строительной компании нужно откапиталить ещё несколько десятков многоквартирных домов. Мэрия настаивает завершить все работы должны до первого декабря. Ну, опасения всегда есть, но пока ситуация вся под контролем. Мы в графике вкладываемся. Пока у нас ни отставаний, ни огромных опережений нет. Статистика по городу нерадужная. Ещё в начале года в администрации надеялись откапиталить почти тысячу домов. Однако позже выяснилось, что сделать это не получится. Найти исполнителей смогли только к середине лета. Те к концу августа закупили материалы. Так и вышло, что трудиться приходится осенью, в сезон дождей и ветров. Зато теперь показывают ударные темпы. Почти треть плана выполнена. В работе ещё 300 объектов. Кровли по технологии ещё даже лучше ремонтировать зимой. Здесь один нюанс – это по замене утеплителя. То есть, когда заменено шиферное покрытие, необходимо подгадать, так скажем, погодный слой, чтобы не сильно небольшие, не отрицательные температуры были на улице. В любом случае, подводить итоги сезона будут совсем скоро. Тогда и станет понятно, насколько эффективно в этом году организовали процесс капитального ремонта. И какую работу над ошибками нужно провести. Евгения Шелковникова, Максим Галат, Енисей. Новости.